Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта», я ее ведущий Роман Привенсков. И сегодня у нас необычный выпуск, сегодня у нас специальный выпуск. Это обзор первого тура Кубка Конфедерации FIFA, который проходит в нашей стране. И сегодня у меня в гостях в студии Александр Дегтярев, основатель проекта «Фанка» на интернет-платформе YouTube, можно так сказать. Ну да. Александр, тебе привет большой. Привет. Ну что ж, первый тур Кубка Конфедерации подошел к концу, давай в общих чертах его характеризуем. Как тебе? Если одним словом, круто. Это было круто. Многие ждали больших проблем, ждали каких-то косяков в плане организации турниров, в плане, может быть, какого-то незрелищного футбола, но все эти пессимистичные ожидания, к счастью, не оправдались. Все вроде как идет пока что на высшем уровне. Как мне это все видится и как это доносится из прессы для всех. Хорошо. Для наших зрителей я напоминаю то, что сейчас вы на своих экранах видите турнирную таблицу. Сборная России на данный момент, на момент записи нашей программы, занимает первое место. На втором месте Португалия, на третьем Мексика, на четвертом Новая Зеландия. В группе Б же первые два места занимают Чили и Германия, следом Австралия и Камерон. Ну что ж, прогуляемся по группе А, я думаю, и начнем мы с матча открытия. Это Россия-Новая Зеландия, счет 2-0 в пользу сборной России. Что можно сказать по этому матчу? Если кратенько, все закономерно, все справедливо. Россия играла со слабейшей, объективно слабейшей сборной этого турнира и по счету, по делу, по игре победила. Моментов, да, было много. Футбол был атакующий в исполнении сборной России. Единственное, что мне, наверное, не понравилось, то, что дали новозеландцам пробить, по-моему, 10 раз по вороту Макенфеева. Ну, благо они попали только два раза, но тем не менее. Ну вот по статистике 17 ударов от сборной России и 10 ударов от сборной Новой Зеландии. Вот, да, я вот об этом и говорю. А удары всего два. Удары сборной России были гораздо более опасны и точнее, но это очевидно, потому что уровень исполнителей все-таки выше. И хотелось бы отметить то, что те, кому не понравилась игра сборной России в этом матче, она же была атакующая, и она, ну, многим действительно не понравилась. Были моменты, когда можно было сказать, почему вот Полос в моменте, где был спорный эпизод с пенальти, не пробил сразу. Почему он стал идти, пошел на контакт. Я могу сказать то, что таких матчей на Кубке Конфедерации больше у России не будет, где она будет играть первым номером в атакующий футбол. С Португалией и Мексикой точно команда Черчасов будет играть от обороны, это 100%. Ну вот, а смотрю, меня удивил тот факт, что наконец-таки Самедов заиграл более-менее нормально. Что удивило, потому что он играл на правом фланге нападения и довольно так часто навешивал штрафную площадь. Ну, не просто так он русский Бекхэм, в конце концов. Ну да. Да много кого на самом деле можно отметить в этом матче. Опять-таки, Смолов, который не перестает удивлять тем, что он растет, прогрессирует и очень-очень надеюсь, что он все-таки перейдет куда-то в Европу. Кстати, вот насчет Смолова, как думаешь, многие сватают его в Дортмундскую Боруссию? Я хочу, чтобы он поиграл в менее атакующем чемпионате, например, в Италии. Я бы хотел увидеть его в итальянском чемпионате, как бы он смог справляться с обороной итальянских клубов. Почему не в Милан, например? Были же слухи, ходили. Тем более, Милан сейчас активно закупается, денег много, клуб на подъеме. Клуб играет в Лиге Европы, в конце концов. Тем более, что Милан играет в том же раунде, что и Краснодар играет. Может быть, перейдет в Милан и сыграет со своим бывшим клубом. Будет очень интересно на это посмотреть. Хорошо, ну что ж, вернемся к Кубу Конфедерации. Итак, Россия-Новая Зеландия 2-0. Что еще можно сказать по этому матчу? Я считаю, что этот матч вообще не стоит сильно размусоливать, потому что это первый шажочек на турнире. Отлично, вот прям все совпало. Идеально, что мы первый матч играли с Новой Зеландией. То, что турнир хозяева должны с победы открывать. Ну, а дальше посмотрим. Хорошо, ну что ж, переходим ко второму матчу, который проходил у нас здесь в Казани. Португалия-Мексика. Счет 2-2. И как мы сказали в программе «Неделя спорта» в прошлом выпуске, в 26-м, сборная Мексики передает привет вашим ставочкам. Ты сам лично был на этом матче. Поделись впечатлениями. Да, я был на этом матче, сидел в таком небольшом островке португальских болельщиков. На этом мексиканском, наверное, стадионе, который, тем не менее, кричал 2 или 3 раза за весь матч «Россия-Россия». Матч был очень крутой. Правда, это... Казань-арена такой футбол не видела давно, если вообще видела. Вот. Ну, а в целом, что я могу сказать, конкретно по матчу... Не удивила ли тебя игра Криштиана Роналду, то, что он, вопреки всем скептикам, все говорят, он единоличник, он единоличник, он спокойно отдавал пасы на того же самого Куарежма. Для меня вообще было удивительным моментом. Я сидел возле поля, прямо за воротами. В первом тайме это были ворота португальцев, в втором тайме это были ворота Мексики. И был эпизод, когда Роналду смещался, получается, по ближайшему для меня флангу. Подходил к угловому флажку, и вместо того, чтобы идти в обыгрыш одного защитника, он просто отдал пас назад. И меня это очень сильно удивило, потому что такой игры Роналду я не видел. Чтобы он так играл в командное взаимодействие, такого, наверное, не было. Ну что ж, с группа мы тогда заканчиваем, потому что времени у нас остается не так много. Переходим к группе Б Камерун-Чили. Сильнейшая сборная Южной Америки и сильнейшая сборная Африки. Счет 0-2 в пользу чилийцев. В этом матче было два эпизода. Вот я сейчас про них скажу, и ты захочешь вернуться к матчу Португалия-Мексика. Сначала у чилийцев отменили незаслуженный гол. Видеоповтор был применен. Да, кстати. Он показал, что гол был забит с нарушением правил. А потом отмененный гол в концовской встрече. В итоге видеоповтор показал то, что гол был. И результат был такой, каким он и был. Если бы системы видеоповторов не было, так же 2-0. Ну, чилийцы объективно сильнее. Камерун это, наверное, такая темная лошадка группы Б. Мне кажется, что все-таки Австралия посильнее, чем Камерун. И, ну, чилий просто на классе победило 2-0. Это примерно такой же матч, как Россия-Новой Зеландия. Другое дело, что уровень футболистов был другой. Хорошо. Ну что ж, переходим тогда к последнему матчу первого тура. Это матч, где было забито просто феерия голов. Сборная чемпион Азии-Австралии и чемпион мира сборная Германии, которая выступает в своем дублирующем, можно сказать, составе. Ну, да, немцы привезли не лучшую свою сборную. Это, наверное, диктует конкретно Лев, может быть, федерация футбола немецкая. Но все равно это хороший ход, потому что можем посмотреть молодежь. Да, тем не менее, немецкая сборная показывает нам, что ее, по сути, второй состав очень боевит. И по счету, да, оказалось, как будто Австралия дала бой, там у нее чуть-чуть не хватило, чтобы сыграть ничью. Нет, по игре такого не было. По крайней мере, у меня не сложилось такого впечатления. Немцы были сильнее, немцы забили больше. А, например, второй гол австралийцев, как мне кажется, все-таки забит с нарушением правил. Мы вот с тобой этот момент смотрели уже. Судья смотрел видеоповтор, видеоассистент. Да, это то есть первый в мире случай, когда даже видеоповтор не помог. С третьего только повтура было понятно, что была игра рукой. По-моему, с камеры, которая показывает из-за ворот, было очевидно, что игра рукой была. И гол несправедливо засчитан. Но с другой стороны, что это меняет? 3-1 или 3-2 немцы так или иначе победили. Доказали, что они этим составом могут и умеют играть. И посмотрим, что они придумают против Чили. Там все-таки сборная будет посильнее явно. Ну да, вот как раз 22 июня, напоминаю, друзья, те, у кого есть билеты на матчи Кубка Конфедерации, а тем более на матч Германия-Чили, по-любому, вы должны туда идти, потому что это центральный матч второго тура Кубка Конфедерации. Также один из центральнейших матчей, ну чисто для нас, это он будет 21 июня. Это Россия против Португалии. Играем мы в Москве, насколько я знаю, на открытии арены. Да, по-моему, в Москве играем. А потом сегодня же, в 21 июня, играет Мексика-Новая Зеландия, и завтра играет еще Камерун против Австралии. Ну, в принципе, я думаю, надо все игры смотреть, но больше упор мы, конечно, будем делать на Россию-Португалию и Германию-Чили. Ну, Германия-Чили – это в первую очередь такой центральный матч во второй группе, в группе B. Он определяющий. И если там будет тоже ничья, как в матче Португалии-Мексика, которые вроде как бы фаворитами считаются в группе А, тогда остаток турнира обещает быть горяченьким. Да, вот в группе B больше, знаешь, такая интрига получается. Потому что второй тур – это игра двух грандов, двух фаворитов данной группы. И если одна команда выигрывает, то вторая команда, которая проиграет в этом матче, она может вообще остаться без плей-офф. Потому что у Австралии и у Камеруна пока нет очков, но они могут сравняться по количеству с проигравшей командой Чили или Германии. Хорошо, ну что ж, у нас остается еще пять минут. Давай тогда дадим прогноз на второй тур. Итак, первый матч – Россия-Португалия, 26 июня, открытие арены. Россия-Португалия, 21 июня. Ну, тяжело на самом деле прогнозировать этот матч, потому что обе команды, португальцы вообще любят оборонительный футбол в последнее время. Они все евро за счет этого футбола выиграли. Но Черчесов, он тоже сторонник футбола от обороны. Начнем с того, что он сам вратарь был. Да, да. Я думаю, что это будет матч, в котором команды сначала будут пытаться заставить соперника владеть мячом, чтобы играть вторым номером. В итоге, кто тактически сможет навязать эту борьбу сопернику, тот и выиграет. Но нужно понимать, что у португальцев гораздо больше преимущества в плане исполнительского мастерства игроков. Нани, Куарежима, Криштиану, Роналду. Это имена, с которыми сравнится, ну, разве что, наверное, с Молов. И то только с Нани. Ну, я думаю, новый Мемес появится в сети после этого матча. То есть русский Криштиану Роналду и португальский Федор Смолов. Федор Смолов, да. Другое дело, что, я надеюсь, Станислав Саланович Черчесов видел прекрасно, как ошибаются португальские игроки в обороне. Там фонд отворил просто невероятное. Вообще, в принципе, я ожидаю сильных изменений в оборонительной линии португальцев. И если они не произойдут, у российской сборной будут шансы воспользоваться ошибками оборонцев. Потому что, во-первых, Пипе не в форме, он все-таки только восстановился от травмы. А за плечами там, то там у них, Бруно Алвиш, ну, тоже старенький парень. И Нету, который тоже человек периодически привоз. То, наверное, к другому матчу. Да, верховым к другому матчу Мексика-Новой Зеландии. Но я думаю, тут просто на классе Мексика побеждает. Да, Мексика победит на классе. И мне кажется, они даже, может быть, постараются побольше голов забить, чтобы сделать себе задел по выходу с первого места из группы. Хорошо. Третий матч Камеру на Австралии. Ну, это битва андердогов. Более организованная команда, я думаю, победит. Австралия выглядит гораздо целостнее. Все-таки африканские команды, они всегда играют душой и страстью. А вот тактическая составляющая у них, ну, не на самом высшем уровне. Ну, и звезд там отметить можно только Абубакара и вратаря. Вот не помню, как зовут этого парня. Он в финале Лиги Европы играл. Ну, не знаю. Мне кажется, победа Австралии минимальна. Тем более, Австралия может играть на воодушевлении то, что сборная Камерона не смогла забить Чили, а мы тут Германии сразу два гола отгрузили. Да, да, да. То есть сейчас Австралия находится выше, потому что у них разница голов лучше. И Австралия, в принципе, у нее есть еще шанс побороться за выход из группы. Да, надеемся, что Австралия поборется, как и Новой Зеландии. И мы в полуфинале увидим сборной Австралии против сборной Новой Зеландии, друзья. Центральный матч Кубка Конфедерации. Такой Кубок Конфедерации мне видеть не хочется. Тогда этот турнир закроет определенно. Хорошо, и последняя встреча Германия-Чили. Это будет жарко, это будет горячо, это будет именито. Но мне кажется, что чилийцы должны все-таки дублирующий состав немцев дожать. Другое дело, что немцы всегда организованы, даже если играют молодежью. Ну, не знаю, немцы пропустили не просто так от Австралии парочку мячей. Значит, и чилийцы смогут забить. Я думаю, чили победит. Ну, смотри, я вот сейчас смотрю коэффициенты букмекерских контор. И в основном они дают то, что будет победа сборной Чили. На нее дают 2,61 против 2,76 у сборной Германии. А на ничью? На ничью 3,60 коэффициент. То есть, ну, ничьи, по-моему, не будет в этом матче. Ну, ничья вполне, кстати, может быть. Может быть, но команде надо вырываться просто на первое место. Да, там команды будут играть на победу, мне кажется. Мне, лично мне, хочется увидеть Германию на втором месте. Чтобы вот эта молодежь прошла через первую команду из группы А, вышла в финал и показала, что она может. Вот эти игроки, они же сейчас доказывают тренерскому штабу, что достойны вызова в сборную на чемпионат мира. Поэтому ребята сверх мотивированы. Хорошо, ну, а мы знаем, кто будет именно на первом месте в группе А. Ты тоже это знаешь. Давай на счет 3-4. Раз, два, три, четыре. Новая Зеландия, да? Вот на такой мажорной ноте, друзья, мы завершаем сегодняшнюю нашу аналитику. Напоминаю то, что в гостях у меня был основатель и автор проекта «Фанка» на YouTube-канале одноименном Александр Дегтярев. Саша, тебе большое спасибо, что пришел. Ну что ж, смотрим Кубок Конфедерации. Болеем за сборную России. Болеем также за остальные сборные, те, которые приехали к нам сюда в Россию. Ну и, соответственно, мы болеем за хороший, красивый футбол. И за Новую Зеландию, тем более болеем. Ну что ж, еще раз большое спасибо за внимание. Увидимся уже с вами после второго тура Кубка Конфедерации. Также я, Роман Плинсков и Александр Дегтярев. Продолжим анализировать. Впереди еще второй, третий тур, полуфинал и финал. Будет много всего интересного. До свидания. Спасибо большое.